В сегодняшнем выпуске самый удачный выезд сезона, хоть и судьи поддушивали, и соперники лезли в драку. Матчи в Уфе и Нижнекамске с комментариями тренера Чебатуркина и игрока Широкова. Юный нападающий Владимир Ткачев надеется, что его возьмут в главную команду, но наш эксперт Сергей Герсонский уверен, тут не надеяться надо, а расталкивать конкурентов локтями. Болельщики сейчас смотрят в таблицу, считают очки, прикидывают сколько нужно взять для того, чтобы попасть в восьмерку. Какая-то цифра висит, нарисована в раздевалке, допустим 75 или 78, я очки имею ввиду. Да не надо, надо просто идти от матча к матчу, от периода к периоду выигрывать, а там в конце сезона уже посчитаем. Попадем, здорово, все отдаем, чтобы залезть в эту восьмерку заветную. Здравствуйте! Они взяли 8 очков из 12 на выезде, они многое оставили на этом выезде. Нервы, силы. Тренер Чиматоркин, как вы только что слышали, еще и голос оставил. Самое главное, кажется, понемногу команда собирается, сплачивается. После того, как в середине декабря процесс освобождения от лишних людей, от пассажиров практически завершен. Нападающий Алексей Бадюков покинул авангард и продолжит карьеру в Нижегородском торпедо. 35-летний Бадюков за 18 игр в черно-белокрасной авангардовской форме отметился только двумя голевыми передачами. Бадюков уже шестой из так называемого «кармановского призыва» из тех новичков омской команды этого лета и осени, которые не доиграли в клубе даже до Нового года. Напомню, ранее команду покинули врата Веласила, защитники Егоршев и Лукьянчиков, нападающие Каваша и Потульны. Форварды Попов и Пережогин в расширенном списке кандидатов в сборную России для участия в Кубке Первого канала. Этот турнир стартует на будущей неделе и впервые пройдет не в Москве, а в Сочи на Олимпийской хоккейной площадке. А вот юный омский хоккейный талант Владимир Ткачев не попал в расширенный список кандидатов на участие в молодежном чемпионате мира, несмотря на яркую игру и красивые голы в ходе недавнего турнира молодежной сборной России по Канаде. Что думает Ткачев по этому поводу, вы узнаете в нашей программе сегодня. Арбитр Алексей Анисимов. У этого человека что-то личное к омску Кавангарду. Может быть так, а может и показалось. Но в любом случае спорное решение судьи Анисимова лишило Омск очков Уфе. 5 декабря Уфа. В самом начале матча с Салаватом недавнее прошлое Авангарда напомнило о себе. Томаш Заборский привез с собой проблемы в зону омской команды и голевую передачу на Макарова. Так мы стали проигрывать 0-1 на 11 минуте первого периода. За 10 минут до конца периода номер 3 солидный мужчина Макаров сделал дубль 0-2. И даже сложно было как-то сразу вспомнить, когда в последнее время в играх с серьезными командами Авангард с такого счета в концовках отыгрывался. А на этот раз отыгрался. Сначала Семин реализовал большинство при помощи Костицына и Писакина. А буквально через 20 секунд после этого гола Пережогин взял игру на себя, ворвался в зону зеленых порывом атакующего ветра, сам бросил и сам добил. 2-2. И вот тут, если отбросить политкорректность в сторону, хозяевам помогли судьи. Серьезно так помогли. Удаления Пережогина не было, его придумали. Усадили автора гола на штрафную скамью. И вновь, как и в начале игры, бывший наш привез нам проблемы и голевую передачу. Кирилл Кольцов на пильстрима. 3-2 выигрывают хозяева. Салават прерывает победную серию Авангарда. В любом случае, я думаю, что здорово, что игру вытащили. По моментам полностью переиграли. Но, как говорится, первый период проспали. Был забитый Мулов. В третьем второй. То есть в итоге мы сравняли счет. Но это чуть-чуть не дотерпели, скажем так. Ну и не хватило вези. Что чувствуют хоккейсты в тот момент, когда у них отобрали, просто отобрали победу? Ну, все бывает. В принципе, команда конца билась. Мы показали, что у нас есть характер. Мы можем вытаскивать такие сложные матчи. Но это случилось, наверное, это еще больше нас разозлило перед следующими играми. Потому что нам такая ситуация, что нельзя терять очки. И, в принципе, мы могли набирать очки и должны были набирать очки в Уфе. Но нам где-то не хватило. Где-то сами ошиблись. Где-то, может быть, кто-то вмешался. То, что нам не хотелось. Но я скажу, что это подзадоривает еще больше команды. И придает больше, наверное, спортивной злости для следующих побед. Чтобы в дальнейшем такого не повторялось. У вас нет такого ощущения, что надо бы, как в американском футболе, вести такие, знаете, тренерские видеопросмотры. Когда в ключевой момент тренер имеет право взять тайм-аут и попросить видеопросмотр того или иного эпизода. По-моему, если было бы так, то и удаление перешоги это бы не было. Ну и до этого, наверное, были бы те удаления, которые записали уже после матча в протокол. Так что этот хоккей, наверное, тем он и интересен, что все совершают ошибки. И судя не исключение. Так что мы совершаем ошибки, бывает, приводят к голам. И судя, наверное, тоже совершили ошибку. Как я считаю, что совершили ошибку. Но это их работа. И наша работа играет в хоккей. Их работа судить. Маленькие хитрости большого хоккея. Лидера команды можно легко вывести из игры, если заставить его драться дважды подряд. 7 декабря Нижнекамск. И в бровь, и в глаз, и в кровь, и в кость. Две команды, стоявшие рядом в таблице, склеснулись так, что одна из них должна была грохнуться над ничь с оглушительным шумом. Гончаров побил в первом периоде Таратухина и подрался в ничью со Салой. Был удален до конца игры и, потеряв ведущего защитника, мы мало что приобрели взамен. Ибо более мощный физический нефтехимик продолжал размазывать о мячи по портам. Но игра в тело – хозяйское дело. Игра в хоккей у гостей. Иружечка, переведенный в третий звенок Калинину и Махановскому, открывает счет в начале второго периода. Омск перебросал Нижнекамск к середине игры вдвое. Но мог пропустить и сам. Шайба хотела было сыграть в игру, переступить черту, но вовремя одумалась. Гол в раздевалку от Широкова прямо перед сиреной на второй перерыв. Как нельзя кстати. Он и болельщиков Омска порадовал, и команду хозяев успокоил. Звенок Калинина лучший у авангарда и центральный нападающий, убежав в отрыв, забивает в своем стиле. Это третья шайба в сезоне у Сергея, который в начале осени был на грани обмена и только сейчас понемногу обретает себя, братца, позапрошлого сезона. Ружечка тоже был под огнем критики все последнее время. И вот провел лучший матч на Омск с момента прихода к нам. Голу приплюсовал скрытый пас на Кирилла Лямина. Так все и закончилось. 4-0. Разгром. Ваши ощущения, не было ли у хозяев задачи выбить в первом периоде нашего основного защитника? Я имею ввиду Гончарова. Скажем так, первый раз они, вот удар локтем был, то есть и завязалась драка. А второй раз целенаправленно, то есть мы знаем, что у нас по правилам вторая драка, это сразу идет до конца. То есть я думаю, этот тренер момент тоже не исключали, что то есть спровоцировать вторую драку. Осло шел целенаправленно? Я думаю, что да. То есть, ну это хоккей, скажем так, дрались один на один, то есть разменялись. То есть, ну в худшую нашу сторону. То есть Осло-то остался через 5 минут, а Гончара, то есть, скажем так. Ну и в то же время, вот после таких драк обычно команда сплачивается. То есть тоже немаловажный фактор. Смотрите далее в овертайме. Омской хоккейной молодежи пора начинать играть в мужской хоккей. Так считает наш эксперт Сергей Герсонский. Знаете ли вы, когда омская команда дебютировала в высшем эшелоне отечественного хоккея? Торговый центр «Континент» приглашает всех принять участие в праздничном шоу «Дедов Морозов». Всем участникам призы и подарки. Ждем вас 15 декабря в 14 часов в галерее торгового центра «Континент». Только на «Лаврадио» мы скажем тебе «Гуд Морник». В 8 утра не пропусти свой «Биг Лав Месседж» в 3 дня. Звони 3829. Твоя любовь в прямом эфире. Все будет замечтательно. Для лиц старше 12 лет. Спортивный комплекс «Ермак». Бассейн, сауны, спортзал. Мы работаем для того, чтобы вы хорошо отдыхали. Улица Чапаева, 71А. Круглосуточно. Телефон 94-82-85. Снег искрится, елка, маски, радость дарит Дед Мороз. Он рождественскую сказку в праздничный каскад привез. С 1 ноября по 27 декабря. Совершайте праздничные покупки и выигрывайте каникулы в экзотических странах, сертификаты и другие подарки. Подробности во всех магазинах «Каскада». Искрометное шоу «Илья Вербуха». Ледниковый период. На омский лед под руку с олимпийскими чемпионами по фигурному катанию выйдут звезды кино, телевидение и шоу-бизнеса. 8 февраля. СК «Имени Блинова». 18.00. Знаете ли вы, когда омская команда дебютировала в высшем эшелоне отечественного хоккея? 29 ноября 1959 года состоялся первый матч омского «Спартака» в чемпионатах Советского Союза в классе А. Соперником омичей был «Спартак» из Свердловска. Счет игры – ничья 3-3. Вы смотрите «Овертайм», и вторая часть нашей программы будет практически полностью посвящена молодежному хоккею. Омские ястребы проиграли дома первому «Молоту» со счетом 1-3 и прервали свою победную серию. Счетчик побед замер и остановился на цифре 21. Победная серия омских ястреба прервалась тогда, когда никто этого не ожидал. Дома в Омске в игре с «Молотом» из Перми, который не выигрывал до этого 5 матчей к ряду. Это бич последних наших дней. Вроде бы мы много забиваем, но в то же время мы практически не используем те моменты, которые создаем. Очень мало. Посмотреть, если идет разбор, то процентов 20 может быть. Слишком легко все давалось ястребам с начала сезона. Они объезжали соперников на одном коньке. Они привыкли не испытывать никакого сопротивления. Они отвыкли играть под серьезным давлением. Да, отвыкли, потому что как бы всегда с первых период забивали и шли по накатанной. Второй, третий период забивали, а сейчас как бы забили, пропустили во втором, еще третью. И как бы в третьем периоде занервничали и ничего не смогли сделать. При счете 1-3 в третьем периоде нервничали все. Просто когда каждый хочет сделать чуть-чуть больше, чем он может. Спасти Россию в одиночку. Спасти Россию, да, можно и как сказать в одиночку, то ничего хорошего от этого не получается. Ну а когда проигрываешь, скажем, хочется, наверное, так себе и проиграть. Во-первых, мы премиальную серию прервали. Из-за этого бы обидно как бы. Но для нас уроком будет это, что надо реализовать свои моменты. Ну и играть до конца как бы с любым соперником. Поясните, премиальная серия это что? Бонусы шли? Да, командные. Владимир Ткачев за ним овертаем следил и следит особо. Был на виду. И угрожал сам, и пасовал партнером. Но ничего не получалось. Он злился и удалялся. Казалось, Ткачев до сих пор переживает то, что его отцепили от молодежного чемпионата мира, на котором он так хотел сыграть. Ну да, хотелось бы съездить, конечно, за чемпионат мира. Для этого я и старался. Да, не что-то вызвали. Ну, может, где-то у меня проблемы. Что смогли, я показал. Теперь в планах Владимира Ткачева на концовку сезона помогать Ястребам это само собой, но еще и пробиться в состав главной команды. Ну, а стараться для этого, показывать себя, уже, думаю, возьмут. Вот эта полувопросительная интонация, прозвучавшая у Ткачева, может быть, возьмут, она показательна. Не думать надо, возьмут, не возьмут. Надо прорываться, надо биться за свое место под солнцем. Почему прорывы из молодежного хоккея во взрослый так редки в Омске в последнее время? Поговорим об этом прямо сейчас. Эксперт овертайма Сергей Герсонский следил за игрой омских ястребов на протяжении всей домашней серии. И еще до поражения от молота он сделал в интервью нашей программе несколько выводов. Первый из них. Ястребы сегодня сильнее большинства своих соперников в молодежной хоккейной лиге. Просто сильнее. И именно это, как ни странно, расхолаживает их. Омская молодежь не играет на полную. Нет стимула совершенствоваться. У меня тоже такие были игры, когда я работал тренером в молодежной команде. Тогда не было в молодежной лиге. Если попадался такой соперник, можно было поставить задачу такую. Ну и, допустим, считаются голы, которые забиваются в атаках схода. Это заставляет игроков больше выполнять действия. Или, допустим, я писал на конверте счет, конверт закрывал и говорил, ребят, после игры конверт скрываю, тогда будет ясно, выиграли мы или проиграли. Ясно? Ясно. Все, вперед. Отсутствие сопротивления в большинстве игр вкупе с плотным календарем, видимо, не дает возможности и подтягивать слабые места игроков. То, что запущено еще с детских лет. Ну, вот, например. Техника катания, высокая посадка, у очень многих игроков высокая посадка. Это тормозит дальнейший уровень его развития. Он не так хорошо видит поле, он не так сильно может бросить поворотом. То есть, очень много компонентов игры зависит от простого техники катания. Сколько в детском возрасте и уделяли внимания, чтобы посадить этих игроков в правильную посадку. Вот сейчас, вот те ребята, которые сейчас здесь играют. Когда игрок не сидится в правильной посадке, он теряет намного сил, больше. Поэтому говорить о том, что у него какая-то перспектива, сомнения. Почему? Когда игра через день идет, где набрать столько сил, если ты на полу спущенный ходишь? Ну, где их просто не будет. Почему нынешние 20-летние, за исключением, пожалуй, только Казакова, так робко стучатся в дверь главной команды? Потому, считает Герсонский, что им пора уже перестать играть в молодежный и начать играть в мужской хоккей. Как это делали 10 лет назад, тогдашние 20-летние, Пережогин, Курьянов, Кольцов, Чистов. Ребята в 20-летнем возрасте должны уже на полную силу включаться в главную команду. Вот так. Отойдите, я уже пришел. Подвинься, дядя. А тут, получается, можно к вам вот зайти? И этим ребятам, которые здесь есть, нужно обязательно проходить уровень высшей лиги. И не просто так проходить, а в серьезном понятии, понимании. Не то, что отправлять их куда-то, должна быть своя команда высшей лиги, где работает свой тренер, с которого не снимают голову за то, что он там проиграл или что-то. Хотя бы то, что игроки выходят, выполняют конкретно задания, выполняют объем работы. Тогда они будут приходить в главную команду, конкурентно способные. Тогда те игроки, которые у нас в команде, как мы считаем, многие, не могут себя заставить богатые стали. Хотя это тоже во многом ошибочное мнение. Но во всяком случае, как говорят, гром не грянет, мужик не перекрестится. Или на то щука, чтобы карась не дремал. Дискуссионных, может быть, даже спорных моментов в интервью Сергея Герсонского, как всегда, хватает. Но не будем забывать, у этого тренера сейчас в КХЛ играет 12 воспитанников. Только представьте, 4 тройки нападения от Герсонского в лиге. К этому тренеру, когда он говорит о молодежном хоккее, надо прислушиваться. А прямо сейчас будем еще и присматриваться, ведь на очереди рубрика «Смотри в оба». Официальный партнер рубрики «Смотри в оба». Мир хоккея. Гол Сергея Широкова в выездном матче с рижским «Динамо». Он не принес там победы, но это был первый гол нападающего, который накануне перешел к ястримам из ЦСКА. Даниил Фоменко, нападающий «Авангарда» 2002 года рождения. Кстати говоря, левый крайне нападающий, как и Широков. Все это вспомнил первым и стал нашим победителем. Я желаю команде «Авангарда», чтобы она вышла в плей-офф и поборолась за кубок «Гагарда». Ему респекты от овертайма и призы от мира хоккея. А сейчас, внимание, друзья, новый вопрос для вас. Еще четыре матча у «Авангарда» до Нового года и все дома. Сибирь, Кузня, Амур, Адмирал. После этого все вместе загадаем новогоднее желание под елочку. Я даже не буду озвучивать, о чем оно, это желание. Итак, всем все понятно. Овертайм продолжается.